Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем знакомиться с различными стратегиями и сегодня посмотрим на очень странный проект под названием Дворфхейм. Это РТС, но не совсем обычная. Давайте посмотрим, в чем тут ее необычность. Итак, попробуйте выжить. Пока что в демке доступен только режим выживания. Режим выживания в демках, точнее в РТС. Называется обычный режим, когда мы появляемся по центру карты и пытаемся отбиться от волн врагов. Итак, у нас есть, значит, таунхолл, то есть городской центр. Мы можем нанять горнодобытчиков, наемников и строителей. Давайте парочку строителей наймем, чтобы было кому работать. Точку сбора пока давайте на ферму. Вот. Под землей, значит, у нас работают горники. Они добывают ресурсы. Причем они добывают и камень, и железо, и уголь, и золото, и серебро. Все это потом можно будет плавить. Делать, например, сталь, но это чуть позже. Можно, в принципе, не плавить, просто в виде руды на склад поставлять через систему конвейеров, но тогда будет просто меньше ресов. Сейчас посмотрим, как это работает. Так, давай это тоже добывай. Тут нам надо еще добраться до серебра, которое далековато, правда, находится. Ну, мы рано или поздно доберемся. Хорошо, что у нас тут? У нас тут конвейеры. То есть горнодобычки добывают вот сюда, кладут. Это все идет вот сюда. Это у нас дробильщик, то есть руда дробится. Дальше идет сортировщик. Сортировщик пока что пропускает вперед всю руду. Любую руду. Но мы сейчас вправо железо направим, чтобы сюда шло железо только. И железо будет через разделитель в две кузни. Поступать в кузни получатся свитки. И на склад будет поступать уже не по десятку железа, а по пятнадцать. То есть в виде свитков просто чуть больше ресурсов получается. Если плавить. Я думаю, понятно. Дальше, значит, у нас барак просто расширяет список военных юнитов. Это у нас арбалетчики, это у нас ребята со щитами и те же самые наемники. В общем-то, через восемь минут будет первая волна. Я пока что давайте построю чуть больше полей. Так, фермы, фермы, чтобы у нас была пища. Я думаю, что четыре штуки хватит. Работай тут, ты давай сюда. Тебя мы заберем на дерево. Дерево очень важный ресурс. Его всегда не хватает, так что... Чем больше его будет, тем лучше. Так, работай давай, скотина. Бывает трудно заставить их работать, хотя очевидно, что... Я щелкаю на дерево, блин. Вон пошел. Сволочек. Если точка сбора указать на дерево, то они все равно не будут добывать почему-то. Сейчас посмотрим, видите, бежит. Наша работяга там. Видите, не добывает. Скотина тупая. Так, ладно, давайте еще одного тогда горнодобытчика и пошлю его вниз. Также мне нужно будет починить стены. Поставить ворота, чтобы защищаться опять же от волн. Было проще. Так, что у нас внизу там? Внизу у нас идет работа полным ходом, причем, видите, тут у нас уже немного стопорится. Слишком много мы добываем. Так, давайте-ка мы выведем влево тогда еще один конвейер, чтобы поставить... Чтобы поставить производство золота, причем в свитках. Так, сплиттер. Получается, тут у нас будет сплиттер. Так, сюда мы это дело заводим. Да подожди ты, блин. Глюч-то вы уже. Еще работу не закончил. Куда ты побежал-то? Так, далее, значит, надо мне две кузни. Вот таким вот образом поставить. Хорошо. И вот сюда все дело мы заводим. Надеюсь, будет работать. Вроде все правильно. Так. И влево, значит, направляем золотую руду. Все, хорошо, должно работать. Да, видите, золото пошло влево. Сейчас будут у нас золотые свитки. Вот у нас железные свитки. В общем-то, по 15 железа добавляют. Далее, значит, чтобы получать стали, нужно, как ни странно, железо и уголь направлять в трансмутер. Это такое здание тоже. Сейчас я его покажу. Но для этого придется отдельную линию производства вставить. Так, вот он, трансмутер. Вот чуть позже мы поставим. Сейчас пока надо заняться строительством наружи. Пошли. Так, а что у нас там камня дофига? Давайте, в принципе, каменные ворота поставим. Так, тут у нас башенка. Стонгейт. Но, к сожалению, каменные ворота, они долго очень строятся. Но я думаю, мы потерпим, да? Так, далее, значит, башня. Каменная вышка у нас будет автоматом атаковать врагов. И каменные стены. Так, стонвол. Мелковатые иконки. Хорошо, все устроит он, получается. Дальше. Так, еще одно строители я сделаю. Вот у нас горнодобытчик идет под землю, чтобы помогать своим братьюням. Я хочу сделать что? Я хочу побольше добывать вот этих вот камней, чтобы у нас территория освободилась. Я смог спокойно построить еще одну сапочку. Еще одну сапочку производства. Так, наверху у нас что? Наверху идет стройка полным ходом. Так, ворота у нас закрыть будет. Но пока у нас тут... Видите, рабочие рядом, поэтому ворота открыты. Так, ну и самое время парочку солдат построить. Нанять. Чтобы было кому обороняться, да? Трех орбалетчиков, двух щитовиков. Нормально. Пищи вроде хватает. Замечательно. Да, видите, с полным инвентарем стоят просто. Так, что мы можем сделать? Мы можем, в принципе... Пропускная способность все равно не изменится. Вот это ведь фигни. Так, еще один строитель у нас пойдет вот эти вот ворота чинить. Раз он без дела все равно стоит. Так, давай. И, значит, каменные стены. Так, не хватает уже дерева для каменных стен. Что интересно. Так, ну все готово, да? Ворота закрываются. Отлично. Стоунволл. Так, этих ребят на единичку возьму. Барак на двойку. Все хорошо. Пошли дерево рубить. Да, руби ты уже. Так, работа кипит. Работа кипит, ресурсы добываются, все хорошо. Так, и финальный аккорд в этой стене. Это каменная стенка. Ворота закрыть. Ну, как вы видите, графика очень простенькая. На самом деле, мне вот это оформление не особо-то нравится, потому что, ну, как-то слишком все простовато для РТС. Плюс у военных юнитов нет кнопки атаки. То есть их просто правой кнопкой можно послать. Я вообще не признаю, на самом деле, РТС, где нет кнопки атаки. Через которую гораздо удобнее работать. Так, ладно, пошли сюда. Будем строить стенку на западе. Вот, через пять секунд уже волна. Первая волна, и потом займемся цепочкой для стали. Так, куда они пошли? Это не ясно, да? На миникарте ничего не видно. Нападают на нас тролли. Сейчас я начну строить, и они побегут. Как пить дать. Все-таки с запада, да, пошли? Все-таки пошли с запада, давайте нашу. Атакующую бригаду пошлем. Что-нибудь барак уничтожит. Давай, чини. Вот и все, в общем-то, такая первая волна. Так, парочку юнитов можно еще заказать. Арбалетчик-щитовик. Так, ты почини, получается, отдавать домик строй. Кто еще без дела? Кто еще без дела? Добывай дровишки. Все, рубит отлично. Так, ладно. Дальше, значит, строим мы что? Строим мы каменные ворота. Стоунгейт. Конструкция будет максимально простой. Ворота и две вышки. Две с дерева нам. Сейчас будет. Все замечательно. Все нормально. Дальше. Ты у нас еще один домик строишь, а потом пойдешь... Потом пойдешь добывать дерево. Хотя, давай сразу добывать дерево. Нефиг. Так, далее, значит, сейчас будем заниматься цепочкой. Значит, сначала мы ставим трансмукер. Эту, скорее всего, я все снесу. Стоит это сделать сейчас или потом. Сделаем сейчас, чтобы потом не мучиться. Значит так, трансмукер у нас пойдет вот сюда. Так, именно сюда. Так, не коннектится. Вот так вот будет, да? Далее, значит, сюда у нас пойдет... Так, стоп. Слушайте, я на чу, я неправильно сделал-то. Мне надо построить сначала ветку, чтобы руда шла. То есть вот тут где-то у нас будет... Просто идти это все дело на крашер. Вот. Чтобы они сюда носили всю свою руду. Потом уже будем работать с трансмукером. Получается, что? Получается, нам нужно построить сортировщик, чтобы он сортировал... Да, чтобы он сортировал уголь и все остальное. Так, стоп. Тут у нас будет вход-то, да? Тут у нас будет выход. Выход на сплиттер. Сплиттер будет разделять. Тут у нас будет две кузни. И все это будет заходить вот сюда. Получается, что? Получается, нам нужно еще один тогда измельчитель поставить, да? Так, крашер пошел сюда. Угу. Эти все тоже что-то не нужны. Значит так. Получается, влево у нас пойдет все остальное. Вперед пойдет у нас уголь. Эм... Вправо пойдет у нас... Железо, получается, да? Железо. Железо будет произвести свитки. И в трансмутере у нас, получается, на вход будет подаваться уголь и железо. Железные свитки будут произвести со сталь. Тут уже железо выходить не будет, поэтому можно избавиться, в принципе, от этой линии. Какие у нас еще варианты-то? В принципе, никаких вариантов, да? Железо и золото. Ну и ладно, фиксим. Так, то у нас что-то опять все сломалось. К чертям, не знаю почему. Сейчас посмотрим, будет ли работать. А, потому что нельзя сюда поставлять чистую руду. Вот почему. Остановилась-то не измельченную. Да, как с этим справиться, я на самом деле не знаю. Все, пока можно уничтожить. Поставить заново сортировщик. Так, новая волна, да, пошла? Не поставил я еще. Не достроил, ладно, посмотрим потом. Что у нас там где? Где атака-то? Вот он, слева опять пошла. Ну, башня, в принципе, сами справится. Видите, волны уже нарастают. То есть, получается жестче. Потом пойдет босс. Кстати говоря, нападают у нас не совсем тролли, какие-то троглодиты. Знаете, как в героях Мича и Маги есть троглодиты, которые постоянно не видят ничего смешного? Если вы понимаете, о чем я. Так, ладно, пошли добывать. Что у нас там внизу-то? Внизу работа кипит. В трансмутер поступает уже, видите, уголь, поступают железные слитки, что очень хорошо. Без дела никто не стоит. Ну, замечательно, в общем, все работает. Все работает отлично. Стоит построить еще парочку конвейеров, чтобы у нас побыстрее все было. Чисто, чтобы ребятам было, куда складывать все это добро. Подожди, нет, наоборот. Вот так вот, да? Я могу загибать. Некрасиво, да? Забрать его, опять же, никак нельзя. Дребаные баги. Ладно, пусть лежит. Ничего уже не поделать с этим. Замечательно, у нас производится сталь, значит, давайте мы тогда построим что-нибудь крутое, но сначала надо делать вот эту вот стенку. Так, каменная вышка. Каменные ворота. Тут уже вышка, в принципе, есть. Вот такая будет наполовину, опять же, стенка из дерева и камня. Ну и, в принципе, все. Нам пока такого количества солдат, конечно, хватает, но, наверное, скоро уже понадобится чуть побольше армии тогда. И наемник. С топором. Все, защитился. В общем-то, по карте можно побегать, конечно, но особо ничего интересного на ней нет. Есть тут разные биомы. Сейчас посмотрим, в общем. Чем карты богатым. Что вот это такое, я так и не понял. Видимо, в демо-версии пока недоступен этот контент. Тут, может, что-нибудь строить, типа, для добычи чего-нибудь. Вот у нас уже другой биом, какие-то выжженные земли. Совершенно непонятное. Может, какое-нибудь логово троллей в будущем будем находить, но пока ничего нет. Такие вот живописные места. Ну, наверное, это какая-нибудь нора троллей, да, фиг знает. Непонятно. Так, шифтом-то можно командовать? Вроде можно. Кто куда пошел хоть? Так, ТБР. Странные тут быстрые клавиши, конечно. Ну вот, как-то так. Че, у нас тут все построено уже? Так, Стонбол. Да, но сейчас какая будет проблема? Проблема в том, что у нас сейчас железо не будет делаться. Потому что я все железо направил на трансмут. Вот. С этим тоже надо что-то делать. В принципе, в принципе, можно поставить вот тут сплиттер и как бы железо, половину железа выводить, да? Чтобы у нас железо тоже как-то поступало. Даже можно вот тут как-то, ну-ка, вот так вот сделать. Вот так вот сделать. Чтобы железная руда сюда шла еще. Так, часа для прикола. Ну-ка. Бляха. Как все сложно-то, а? А так? Так нормально. Так будет работать. Да, сплиттер будет работать на три направления, конечно, очень маленькая часть. Железо будет уходить, хотя она побольше на самом деле. Возможно, стоит избавиться тогда от одной кузни. В принципе, тут и так хватит, я думаю. Я думаю, да. Хватит. Так, что у нас на поверхности? У нас скоро новая волна. Так, наши ребята путешествуют. Летка на базу. Вайп-отряд готов. Деревянная стенка вообще, видите, не держится, да? Гаминой по-лучшему. Так, они сейчас в двух направлениях нападают, нет? Так-то пора уж. Так, два седана. Каменная стена пошла. Так, меня интересует, сколько железо-то идет, не идет. Мы очень мало добываем железо, вот в чем проблема. Так, по-моему, мы уже добрались до серебра, да? Серебро тоже, видите, добывается. Тогда, в принципе, можно... Блин, надо еще тогда выделять одну линию. Тогда, в принципе, можно поставить вот тут сортировщик, еще один, да? Чтобы у нас серебро тоже уходило. Ну-ка. Через три минуты волна, да? Так, получается, сортировщик, вот. Все, а, вот так не работает. Идем сюда. Все, а, вот так не работает. Тут у нас сплиттер. Две кузни. По традициям. Я буду делать. Для дерева и стены. Вот прямо сюда. Будет нормально. Так, влево, значит, ты выводишь серебряную руду, silver, or, да есть у нас такое? Да, есть. И все замечательно. И все замечательным образом будет работать. Надо проверить. Да, ждать придется долго. Это все. Давайте посмотрим, что мы получили здесь. Хорошо. Да, жаль, что нельзя выделить вот прямоугольником. Приходится по одной выделять постоянно. По одному куску. Да, ну че уж. Давай, добывай. Может, не знаю, поставить тут крашер временно-то. Так, ну ладно. Пока у нас все это дело добывается, мы сейчас починим стенку. Чиниться она почему-то моментально. и, значит, я хочу построить второй ряд стен. Вот че. Так, мне надо больше домов. Больше домов. Можно ли так строить-то? Фиг его знает. Сейчас посмотрим. Да, сэгрия. Надо построить вот этот эль-хаус. Так, давай сначала построим. Потом пойдешь добывать. Нет, нифига так нельзя строить. Так, второй ряд стенок, скорее всего, будет вот тут. Где-нибудь Стонгейт. Бляха. И две стенки, да? Хватит у нас. Ресов уже полно. Так, это у нас построился эль-хаус. Паб, судя по всему, да? И мне обещали дать доступ к каким-то новым рабочим, хрен его знает, или новые постройки. Но че-то я не вижу новых построек. Ладно. После волны будем разбираться. Справа. Ну, живете, какие-то идут чудища. Огромное, страшное чудище. О, уж если не толстая. Ну, отводить я уж, наверное, не буду, да? Пытаться что-то контролить. Все-таки я не киберспортсмен. Ну, и все, в общем-то, значительно нас, конечно, подамажили. Ну, в принципе, арбалетчики почти что все живы, так что придется восстанавливать популяцию щитовиков и наемников. Да, на бараков побольше поставить. Так, ну-ка, бараки. Давай. Дальше у нас без дела-то есть, чувак? Да, еще когда камеру перемещаешь, маленько подлагивает. Это не очень хорошо. Так, мне интересует, что у нас там с серебром. Со слитками кто-то делает, кто-нибудь не делает? Просто я серебро не добываю. Видите, серебра-то у нас тут мало. Так, ладно, пошли сюда. Все, заказ есть. Это все, надо тоже подобывать. Только идем сюда, вот. В принципе, резов хватает, да? Да, непонятно, сколько мне придется выживать по времени-то. Наверное, до конца выживать не буду, потому что в принципе, все уже пойдет сейчас с однообразием. Так, что у нас тут-то? Билдер, все то же самое. В бараках тоже все то же самое. Тут никаких апгрейдов нет. В лесопилке тоже. В общем, ничего нам не дали, да, за Эльхаус. Специализированные строительные юниты. Ну, видимо, потом уже будет, когда демка прокачается, либо в полной версии уже. Так, меня вот интересует, они пройдут тут или нет. Наверное, пройдут. С ворот, наверное, главная волна потом пойдет. Армию я снова коплю. Так, может, они лечатся там, как вариант? Нет. Нет, они там не лечатся. Да, два барака сразу выделить нельзя. Это тоже недостаток, чтобы больше юнитов заказывать за Растом. Локстоуна тоже делается в этих в трансмутерах. Можно выбрать такой рецепт, но смысла пока что нет, потому что нет у нас зданий за этот ресурс. Так, ну-ка, я сейчас еще раз проведу инвентаризацию. Вроде у нас все построено, что можно было построить. Да. Гренари, это у нас ленинница. Все забываю, как по-русски это будет в Гренари. Амбар, да, амбар. Тут у нас еще одна стена построена. Неплохо, неплохо, пошли-ка внизу тоже строить черную стенку. Стонгейт. Не хватает железа уже, да? Ну, вот она. значит, серебрата у нас слишком много. Так, можно, может быть, отключить как-то это все дело. Кнопки включения и выключения я не вижу, поэтому мы сортировщики просто отключим железо. В принципе, надо его убрать. Орбар, трансмокет. Так, а убрать-то его нельзя, да? Просто уничтожили сортировщик. отлично. Вот это тоже недостаток. Непонятно, как это отключить там сортер. Только их перестраивать. но это неудобно. Серебра мне больше не надо, так что мы просто в сортировщике указываем влево все подряд и нормально. все серебро у нас сейчас пойдет в нужное место. Точнее, сталь мне не нужна, так сталь, не серебро. Правильно, это не нужно. То есть юнит у нас за сталь вроде как не строится, это и железо, по-моему. да, это железо. Это последняя волна уже идет, да? Ладно, я готов, сейчас со всех сторон скорее всего пойдет. Да, с левой тоже идет ветер. Хераси тут дофига. это жесть, слушайте, мне надо срочно ВРТ, ВРТ. И тут аресов не хватает сейчас. У нас просто смели нахрен. Вот такая вот последняя волна жесткая пошла. Слишком жесткая. Да, тут надо побольше обороны. Ну что, вы видите, аресов дофига, я просто не ожидал, что. Вот, слишком она сильная. гребанная троглодита. Да, победа. Написали победа. Ну шо ж, это заслуженная победа. Всем спасибо за то, что посмотрели. Пишите свои впечатления об игре в комментариях. Своё мнение я выскажу тоже. Если вы не против, она мне не особо-то понравилась. Ну такая средненькая игра. Я бы сказал, на между тройкой и четвёркой. Троечка с плюсом. Пока что так. Не ставьте лайки, если видео вам понравилось. Если вы ждёте продолжения по этой игре на канале. С вами был Антик. Всем удачки. Всем пока.